19 мая президент Республики Казахстан, уважаемый Касым Жомар Такаев, с официальным визитом прибыл в Республику Таджикистан. 20 мая во Дворце Нации, празднично оформленном для приема высокого гостя, состоялась церемония официальной встречи президента Республики Казахстан, уважаемого Касым Жомар Такаева. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон, искренне приветствовал президента Республики Казахстан уважаемого Касымжомарта Такаева и пригласил его на почетный подиум. Церемония встречи продолжилась рапортом командующего почетным караулом, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением глав государств перед почетным караулом, выражением уважения почетным гостям к государственному флагу Таджикистана, знакомством с официальными делегациями обеих сторон и торжественным маршем почетного караула перед главами двух государств. Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Председатель комитета национальной безопасности, министр обороны, замруководителя администрации, спецпредставитель по международным вопросам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Диагностики, профилактики и лечения новой коронавирусной инфекцией и других заболеваний Развитие торгово-экономического сотрудничества было названо приоритетным Было почернуто, что Казахстан занимает второе место в общем внешнеторговом обороте Таджикистана Товарооборот в минувшем году составил около 1 миллиарда долларов В целях дальнейшего углубления сотрудничества в рамках деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подчеркнуто необходимость уделять особое внимание торгово-экономическому, промышленному, аграрному, предпринимательскому и инвестиционному отраслям Таджикистан выразил заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном по цифровизации экономики, инновациям и импорту современных технологий, созданию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, экспорту сочных и экологически чистых продуктов в Казахстан Организации совместных оптовых торговых центров, товаров и продукции в Таджикистане и целенаправленному и эффективному использованию свободных экономических зон нашей страны В сфере транспорта была отмечена необходимость расширения сотрудничества в области железных дорог и других сфер, в том числе важность возобновления авиасообщения между столицами двух стран В ходе встречи стороны также обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере трудовой миграции, расширения научных, культурных и гуманитарных связей Стороны пришли к соглашению об увеличении количества квот на обучение таджикских студентов в высших учебных заведениях Казахстана и открытии высших учебных заведений Казахстана в Таджикистане В ходе обсуждения вопросов двусторонних и многосторонних отношений в рамках авторитетных организаций, в том числе Организации объединенных наций, Содружества независимых государств, Организации договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии Касательно ситуации в соседнем Афганистане, стороны посчитали важным укрепление совместного сотрудничества структур безопасности в направлении борьбы против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и транснациональной организованной преступности В завершении встреч и переговоров высокого уровня президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон, выразил благодарность президенту Республики Казахстан, уважаемому Касымжамарту Такаеву, за приглашение посетить Казахстан с ответным визитом После завершения широкомасштабных переговоров официальных делегаций Таджикистана и Казахстана в присутствии и с участием глав государств состоялась церемония подписания новых документов о сотрудничестве Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон и президент Республики Казахстан, уважаемый Касымжамар Такаев, подписали совместное заявление президента Республики Таджикистан и президента Республики Казахстан Затем в присутствии глав государств были подписаны следующие документы Соглашение между Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Министерством здравоохранения Республики Казахстан о сотрудничестве по борьбе с тюберкулезом Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Республики Казахстан на 2021-2023 годы Меморандум о взаимопонимании по культурному сотрудничеству между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан. Рамочный меморандум между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан о сотрудничестве в области промышленности. Меморандум о взаимопонимании между службой связи при правительстве Республики Таджикистан и Аэрокосмическим комитетом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Меморандум между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан о сотрудничестве по вопросам совместной реализации проекта по созданию товаропроводящей системы. Следует отметить, что в рамках этого документа на создание центров товаропроводящей системы в различных регионах Таджикистана на реализацию промышленных проектов будет выделено 45 миллионов долларов и в общей сложности около 500 миллионов долларов. После завершения церемонии подписания новых документов о сотрудничестве главы государств президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, и президент Республики Казахстан, уважаемый Касым Жомар Такаев, провели пресс-конференцию для широкого круга журналистов и расценили итоги встречи как положительные и значительные. Дорогие господа, прежде всего в вашем присутствии хотел бы еще раз поприветствовать официальный визит в Таджикистан нашего уважаемого гостя, его превосходительства Касым Жомар Такаева, президента Республики Казахстан и сопровождающего его делегацию. Мы уделяем постоянное внимание дальнейшему развитию таджико-казахстанских отношений дружбы и многогранного сотрудничества. Уверен, что результаты сегодняшних встреч сторон на высшем уровне, которые традиционно прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия, будут всесторонне способствовать углублению и расширению отношений стратегического партнерства двух дружественных и братских стран. Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, мы придаем большое значение первому официальному визиту в Таджикистан президента Республики Казахстан, уважаемого Касым Жомар Такаева. Сегодняшние переговоры Душабе мы рассматриваем как логическое продолжение совместных усилий и сторон по продвижению многогранного взаимодействия двух стран в формате стратегического партнерства. Таджико-казахстанским отношениям, основанным на прошлых исторических традициях, сегодня присущ дух крепкой дружбы и взаимного уважения. Мы с Касым Жомартом Кемеровичем отметили устойчивую динамику взаимодействия наших стран в политическом измерении и высказали за дальнейшее его укрепление. Была подтверждена актуальность развития межпарламентской связи. Принятие сегодня нового пакета документов дополняет солидную правовую базу нашего двустороннего сотрудничества. Наши страны активно взаимодействовали в непростых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Мы признательны Казахстану за оказанную гуманитарную помощь в прошлом году для борьбы с этой инфекцией. С учетом той ситуации, которая складывается сегодня в Афганистане, в ходе переговоров мы особый акцент сделали на вопросы региональной безопасности. Это сегодня вопрос номер один для нас и наших партнеров по региону. В этом контексте подробно обменялись мнениями по афганской проблематике. Афганистан исторически имеет много общего с нашими странами. Мы внимательно отслеживаем развитие обстановки в этой братской для нас стране. Констатировали возможную тенденцию к ухудшению ситуации в связи с выводом коалиционных войск. Высказали за продолжение тесной координации между нашими специальными службами и профильными ведомствами. Также было подтверждено заинтересованность сторон в продвижении взаимодействия в различных форматах по вопросам борьбы с глобальными угрозами и вызовами. В этом контексте была отмечена важность укрепления сотрудничества компетентных органов двух стран в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими формами транснациональной организованной преступности. Торгово-экономическое сотрудничество является одним из ключевых аспектов таджийско-казахстанских отношений. В последние годы Казахстан прочно утвердился на втором месте среди основных внешнеэкономических партнеров Таджикистана. Казахстан традиционно является одним из основных поставщиков зерна, муки, газа и нефтепродуктов на рынок Таджикистана. Товарооборот между нашими странами за прошлый год, невзирая на пандемию, составил почти 1 миллиард долларов. Вместе с тем, все еще существуют большие возможности и огромный резерв для расширения торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества. Накануне визита уважаемого Касимжамарта Кемеровича в городе Душамбе состоялся таджийско-казахстанский бизнес-форум. В ходе форума подписан ряд крупных контрактов и меморандумов, направленных на наращивание двустороннего товарооборота и расширение сотрудничества в указанных областях. Большой потенциал для расширения торгово-экономических связей существует в агропромышленном секторе экономики Таджикистана, в сферах энергетики, легкой, пищевой, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, технологии, а также в области транспорта и коммуникации. Таджийская сторона также отметила перспективность создания совместных предприятий по переработке сельхозпродукции, ее хранению и транспортировке с последующим экспортом на рынки Казахстана и третьих стран. В этом контексте в центре внимания были вопросы создания оптовод-распределителей центров в регионах Таджикистана с участием казахстанских инвестиций. В Таджикистане в настоящее время реализуют стратегию ускоренного развития промышленного сектора экономики страны. В этой связи мы полагаем, что расширение сотрудничества в сфере промышленной кооперации дало бы новый импульс торгово-экономическим связам сторон. Таджийская сторона готова рассмотреть предложения казахстанской стороны по созданию в различных сферах промышленности Таджикистана совместных производств продукции, в том числе ориентированных на экспорт. Соответствующее внимание было уделено вопросам расширения культурно-гуманитарной связи. Было подчеркнуто актуальность дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах науки и образования, культуры и искусства, как важного условия сохранения добрых исторических связей, сложившихся между двумя народами. Достигнуто договоренности о проработке вопроса увеличения на взаимной основе количества ежегодно представляемых образовательных код. В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы изменения климата в региональном и глобальном масштабах, а также проблематика таяния ледников. Наша страна выступила с инициативой объявить 2025 год Международным годом защиты ледников, а также создать специальный международный фонд по сохранению ледников. Отметили необходимость активно сотрудничества в продвижении данных инициатив. Таджикская сторона высоко оценивает итоги визита президента Республики Казахстан, который придал дополнительный импульс таджикско-казахстанским отношениям, стратегического партнерства и крепкой дружбе. Сейчас я с большим удовольствием хотел бы передать слово Касим Жамарту Кемиловичу. Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, прежде всего выражаю глубокую признательность уважаемому президенту Имамали Шариповичу Рахмону за приглашение посетить Таджикистан с официальным визитом. Я придаю особое значение этому событию, поскольку Таджикистан для нас не просто партнер по региону, а братская и близкая страна. Наши народы объединяют крепкие узы дружбы, общая история, духовные и культурные ценности. Опираясь на эту незыблемую основу, сегодня казахско-таджикские отношения развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Мы с Имамали Шариповичем Рахмоном обменялись мнениями и достигли конкретных соглашений по актуальным вопросам двухстороннего и многостороннего взаимодействия. Уверен, что эти важные договоренности будут способствовать повышению благосостояния народов двух стран. Сегодняшний визит является глубоко символичным, поскольку проходит в год празднования особых для наших стран дат – 30-летия независимости государства. За годы суверенитета летопись государственности двух стран пополнилась поистине яркими достижениями и событиями. Таджикистан под руководством своего признанного авторитетного руководителя, лидера Имамали Шариповича Рахмона добился больших успехов в динамичном развитии экономики, консолидации общества и повышении международного авторитета. Казахстан со своей стороны всегда радовался вашим достижениям, оказывал братскому Таджикистану всяческую посильную поддержку. Наглядным примером является наше взаимодействие в преодолении последствий пандемии коронавируса. Мы готовы и далее оказывать содействие таджикскому народу. Уважаемые друзья, сегодня мы с уважаемым Имамали Шариповичем Рахмоном провели обстоятельные переговоры по широкому кругу вопросов. В дружественном, взаимовыгодном ключе определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества. Казахстан является одним из ведущих торговых партнеров Таджикистана. По итогам прошлого года нам удалось не только сохранить прежние объемы взаимной торговли, но и обеспечить даже рост товарооборота до 800 миллионов долларов. Период пандемии – это неплохой результат. При этом считаем, что существует значительный потенциал для дальнейшего наращивания торгово-экономических связей. Мы отметили важность поиска новых ниш, возможностей для расширения товарной номенклатуры. Большая роль отведена развитию промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества. Казахстанские компании готовы к созданию совместных предприятий по производству автомобилей, автобусов, строительству трансформаторного завода в Таджикистане. Казахстанский бизнес также заинтересован в увеличении поставок железнодорожных комплектующих, подвижного состава, вертолетов, металлопродукции для строительства рагунской ГЭС и многих других объектов в вашей стране. Наши правительства ведут предметные переговоры в этом направлении. Подписан ряд документов, предусматривающих реализацию крупных совместных промышленных проектов. Накануне визита состоялась торговая миссия казахстанских деловых кругов Душанбе, в рамках которой заключен ряд коммерческих контрактов. Серьезный импульс увеличению взаимной торговли придаст и наращивание сотрудничества в области сельского хозяйства. В целом, наше взаимодействие в этой сфере развивается достаточно хорошими темпами. При этом потенциал в агропромышленном комплексе все же не исчерпан. Казахстан на взаимовыгодных условиях рассчитывает на увеличение поставок пшеницы, муки, мяса и молочных продуктов. Таджикистан, в свою очередь, обладает большими возможностями экспорта в Казахстан плодовощной продукции. Для оказания поддержки нашим фермерам и сокращения ненужных промежуточных цепочек, нами поддержана идея строительства совместных оптово-распорядительных центров по обеспечению поставок таджикской сельхозпродукции на казахстанский рынок. Большое значение имеет эффективное использование транзитно-транспортного потенциала. С удовлетворением отмечаем позитивную динамику в области железнодорожных перевозок, объемы которых по итогам 2020 года увеличились на 25%. В целях стимулирования дальнейшего роста объемов перевозок правительством поручено принять меры по оптимизации тарифной политики в улучшении условий транспортировок. Уверен, успешная реализация всех этих договоренностей позволит нам преодолеть рубеж во взаимной торговле в 1 миллиард долларов, а возможно и в обозримом будущем будет возможность увеличить объем торговли в 2 раза. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а также рабочая группа по увеличению взаимной торговли должны обеспечить выполнение этой задачи. Отдельное внимание в ходе переговоров уделено вопросам водно-энергетической сферы. Мы еще раз подтвердили схожесть позиций, отметили необходимость поиска необходимых решений. Здесь Казахстан уделяет большое внимание взаимодействию в рамках Международного фонда спасения Арала, в котором в настоящее время председательствует Таджикистан. В ходе переговоров мы также приветствовали планомерное развитие военно-технического взаимодействия и договорились продолжить тесную координацию в этой области. Особое внимание уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей. Эта сфера является важным мостом, соединяющих наши братские народы. Достигнута договоренность о расширении контактов, включая проведение перекрестных дней культуры. Я думаю, что мы обязательно должны провести своеобразные декады культуры. Я сегодня, уважаемому президенту Таджикистана, сказал, что наши народы соскучились по друг другу, а когда люди, народы скучают, это прежде всего имеется в виду культура наших стран. Мы подтвердили взаимный интерес к углублению сотрудничества в сфере образования, в том числе по подготовке специалистов по различным направлениям. Казахстан увеличит количество образовательных грантов для таджийских студентов. Я думаю, что эти меры сблизят нашу молодежь, будут способствовать сохранению преемственности и истинно дружественных взаимоотношений между нашими странами. Особое значение имел обмен мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки дня, проблемам безопасности. Казахстан приветствует председательство Таджикистана в таких авторитетных организациях, как ШОС и ОДКБ. У нас нет сомнений в успехе председательствования вашего государства в этих организациях. Это, конечно же, огромная ответственность, большая работа. Что касается Казахстана, мы будем всячески поддерживать таджийских друзей в данном направлении. Особое внимание мы уделили актуальным аспектам обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Центральная Азия – наш общий дом. Сегодня без всякого преувеличения, можно сказать, решается судьба нашего региона. В мире нарастает конфронтация между глобальными игроками, происходит турбулентность мировой экономики, беспрецедентные масштабы приобретают вызовы, связанные с пандемией. Насущными остаются угрозы терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, транснациональной преступности, вызывает беспокойство тяжелое положение дел в Афганистане. Мы признательны таджийской стороне и руководству Таджикистана за содержательные консультации по афганской проблематике. Сегодня мы действительно очень продуктивно обменялись мнениями этой очень важной проблеме, которая находится в первых рядах мировой повестки дня. В этих условиях Казахстан твердо выступает за дальнейшее объединение усилий братских государств для сохранения пространства мира, добрососедства и взаимного доверия в регионе. Центральная Азия – это территория уникальных возможностей и ресурсов. Центральная Азия обладает громадным экономическим, транзитно-транспортным и человеческим потенциалом. Обеспечение ее устойчивого развития, стабильности, процветание – это наша общая цель, которая отвечает коренным интересам всех братских народов. Для придания мощного импульса региональной кооперации мы договорились продолжать взаимные консультации на уровне руководителей профильных министерств, руководителей правительств и, конечно же, глав государств. Я с большим удовольствием пригласил уважаемого Эмамали Шариповича Рахмона совершить государственный визит в Республику Казахстан в удобное для него время. А в этот промежуток времени правительство наших стран, я надеюсь, активно поработает, подготовит соответствующие соглашения для подписания. И эти соглашения придадут дополнительный импульс развитию нашего сотрудничества. Мы поддерживаем инициативы Таджикистана, в частности, очень важное предложение объявить 2025 год годом сохранения ледников, и Министерство иностранных дел будет работать вместе друг с другом на международных площадках с тем, чтобы реализовать эту очень важную инициативу. Благодарю вас за внимание. Спасибо, уважаемый Касим Жамар Кемелевич. Я первой удобной возможности с большой радостью воспользуюсь вашим приглашением посетить с визитом в благодарную землю Братского Казахстана. Уважаемые друзья, на этом наша пресс-конференция завершена. И всем большое спасибо. Спасибо.